всем привет друзья с вами дима one point и мы как всегда играем не for speed payback да ребята сегодня мы будем прокачивать бэк кастом с f132 и что я могу сказать это практически самая ну не самая одна из пятерки или десятерых машин которые самые дорогие не for speed payback она находится у нас если отчитывать от конца на четвертом месте драгвизны это 790 тысяч она стоит у нее просто какие-то умопомрачительные характеристики это мощность 850 лошадей максималка 354 километра в час с нуля до сотни 290 1 4 мили 970 нитро длительность 2 всего хоть это странно потому что машина ну как бы в основном драговая время в полете все остальное это не интересно но мощность тормозов 5 и 7 у других машин реально меньше например у той же ригели в стоке 5 и 5 у вулкана 4 и 9 но вот только у погани уэра более-менее там 5 и 7 очень странно машина довольно таки хороша но вот мне единственное что в ней расстраивает это совсем маленький потенциал прокачки потому что уровень машины уже 368 ну конечно там у ригеры понятно что вообще практически прокачки нету а у того же астон марсин вулкан например 346 уровень и тут как бы ну можно прокачать машину более лучше ну точнее не более лучше а более обширно в общем сегодня у нас бэк кастом с f132 сейчас мы его покупаем прокатимся на нем посмотрим как она себя ведет в стоке и конечно же поедем гаражик потом и прокачаем ее посмотрим как она у нас будет выглядеть и вообще есть тут какие-нибудь новые интересные обвесы по сравнению с нфс 2015 мне кажется нет в общем то машина быстрая тут все понятно давайте прожимную силу поставим поменьше пока что поворота я пока чуть не буду знаете что я могу сказать я на этой машине довольно часто часто катался в нфс 2015 потому что она была одной из лучших дрэговых тачек у него был отличный разгон отличная скорость но скорость правда не совсем отличная максималка у нее была такая хиленькая довольно таки но на ней можно было очень легко фармить очки не очки а деньги да 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 я забыл то что у нас все-таки в нфс 2015 деньги а не очки вот и на ней можно было легко фармить поэтому я достаточно часто на катался и знаете что я вам скажу у нее было просто дико хреновое управление но но в мфс пэйбэк походу это управление исправили она теперь очень хорошо ставится боком и честно говоря на таких широченных катках она не должна так хорошо поворачивать вот это вот странность не форспида я вам скажу вроде бы поворачивает хорошо но все равно не так четко как могло бы быть но в целом очень даже неплохо машина довольно таки большую скорость развивает знаете что вам скажу она реально быстро она реально быстро ну-ка давайте метрушечки подбавим так 300 километров в час прет вообще спокойно 334 36 340 мне даже будет интересно какая у нее максималка и какой разгон можно будет намутить как всегда я буду карточки ставить прямо сейчас то есть в этот раз не нужно будет копить 3000 лайков чтобы я набил эту машину спидкартами потому что здесь не так много времени на все это уйдет не так много сил и денег поэтому ребят здесь мы делаем уже полностью все то есть и внешний тюнинг и внутренний так ну что же переносимся в гараж точнее переносимся ну как заходим гараж и давайте посмотрим что у нас есть визуальной модификации так ну я так понимаю ничего особо и нету так можно затонировать стекла крышка капота что-то все подтормаживает можно сделать просто карбоновую крышку капота шикарно ну как бы жалко что это ни на что не влияет можно фары просто другую пленочку на них нацепить давайте кстати голубенькую на цепь так все можно колеса поменять но диски здесь конечно менять это я бы не стал опять же только задние колеса можно поменять диски 5 а стоп а шины чем можно сделать о слушать ашины здесь кстати прикольная давайте вот такие вот лысые поставим утку лысую резину везде блин диски подождите я хочу посмотреть как будто а тут либо такие либо такие ну блин я даже не знаю ну давайте поставим эти блин офигеть двое диск всего офигеть до выбор невелик выбор невелик очень даже невелик давайте здесь тоже диски поставим от этого гоночного болиды формула-1 практически так ну и конечно же шины поменяем на вот такую просто лысую резину без всяких надписей но машина знаете уже так немножко преобразилась я могу сказать да что же у нас есть тут еще что мы можем поменять звуковая система на нафиг не нужна спойлер вот такой либо такой либо вот такой знаете вот этот момент когда огромная лавка решает так ну и просто затонировать задний фонарь офигеть нам это вообще не нужно ничего больше поменять здесь нельзя абсолютно ничего это даже как-то печалит меня я надеялся то что здесь будет больше тюнинга мы не можем даже стендс на нем сделать нас куб нас насколько это странный автомобиль просто офигеть так ну давайте посмотрим какие раскраски наделали от сообщества есть вот такая раскраска бэк кастомс ну в общем то знаете что тут особо ничего такого интересного то я пока что и не вижу вот если что-то под пламя на что-то пламя не очень вот такая вот она ржавенькая забавно выглядит игре да вот мне кажется мне кажется в этом что ох ты какой крест у нас прям посередине а что посмотрите какая лопоуха лопоуха очень необычная так чё у нас есть еще интересно вообще черный цвет идет этой машине больше всего поэтому хотелось бы посмотреть что есть из черных цветов вот такой что-то в японском стиле понафигачена ох ты так понятно понятно о мне вот это нравится ребята вот тут по моему круто дак офф блин по моему классно смотрится реально классно смотрится черная с таким золотом еще у . это нарисовано ну вот что-то в этом есть ладно возьмем потому что совсем обычный автомобиль делать не хочется а с таким винилом она хоть как-то прикольно смотрится мистер дак офф классно так ну тут я наверное ничего не буду ставить никакие цветные дымы никакой не он ничего не буду этого делать сейчас просто перенесемся в мастерскую и быстренько поставим на него детали которые нам нужны надо еще посмотреть что по характеристикам лучше поставить аут лова либо 4 но сейчас короче определимся и так сначала конечно же скупаем просто детали уровня выше 18 уровень нам нужен все почему потому что больше карточек 18 уровня больше будет стоп она с чего же 18 уровня нет нас с 17 уровня стоят больше будет карточек 18 уровня будут тогда у нас выпадать нужные карточки 18 уровня я уже объяснял эту систему если у вас на машине стоят карточки 18 то на розыгрышах у вас не будут выпадать карты 17 уровня надеюсь вы поняли меня так ну что же сколько у нас тут получается я поставил всего всего три карты так ну ладно что же давайте крутить что у нас тут выходит мощность у него 882 максималка 365 разгон так значит какие нам лучше карточки тогда под эту машину брать получается скорость плюс литра это out out low и ускорение плюс торможение знаете что наверное я сюда буду пихать все карточки out low потому что мне хочется чтобы пускай в этой машины будет небольшое ускорение зато огромное огромный баллон нитро хотя можно попробовать при экспериментировать поставить out low push плюс чидори давайте короче посмотрим что будет выпадать то и будем ставить так прыжок ускорение скорость окей ставим что у нас еще может интересно из аут лоу выпасть попробуем короче поставить все таки наверное три на три это будет три карточки out low и три карточки чидори посмотрим как эта машина покажет себя с таким набором карт так здесь у нас ускорение ставим эту карточку так у нас осталось всего лишь одну деталь поставить out low и тогда все будет окей у нас уже будет будет бонус out low умноженный на троечку так нитро тормоза плюс нитро это хорошо но заменяет к сожалению ту карту которая у нас уже есть поэтому мы просто обмениваем и крутим дальше и так что же у нас сейчас выпадет я надеюсь выпадет нормальная карта которую нас не было так бонус на скорость просто просто бонус на скорость всяких проблем и так отлично отлично все хорошо теперь у нас тройной бонус out low поэтому теперь мы просто крутим чидори я напоминаю чидори нам дает ускорение ускорение и плюс торможение насколько я помню если поставить три карты этого производителя так говорит нам заменять out low но я не хочу заменять out low сейчас логика будет проста мы просто ставим карточки на место тех которые типа стоковые если мы мы видим карточку out low то мы ее не заменяем потому что будет тогда худо все так опять нам предлагают out low заменить не хочу крутим дальше так ну что же надеюсь чего-нибудь сейчас выпадет все-таки нам нормальное так выхлоп 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 ускорения так ну отлично зато у нас заменяется ненужная нам карточка шикарно так значит 240 у нас 0 до сотни и 1 четвертом мире 883 ой 8 секунд 83 короче не особо хорошее ускорение у этого автомобиля сразу хочется сказать мне это не особо воодушевляет обмениваем то что нам предлагается заменить out low крутим дальше в общем то можно очень много жетонов на все это спустить именно чтобы собрать наборы из трех карт таких трех карт таких то что видите постоянно постоянно у нас выпадает не туда карта не туда можно конечно делать проще можно не брать вот эти бонусы карточек то есть не брать от одного производителя а фигачить просто все подряд как бы машина от этого сильно хуже не будет ребят я вам сразу говорю но тем не менее все-таки лучше когда будут одного производителя карточки стоять блин бесит меня бесит то что у нас сейчас две ячейки пустуют куда нужно впихнуть чидори а у нас выпадает совершенно не то так здесь бонус на тормоза 18 уровень карты и нам опять предлагает заменять out low обмениваем так до блок цилиндров у нас 17 уровня никак еще не выпадают эти карты и будут тоже 17 уровня ну что же давайте тогда немножко попробуем изменить тактику давайте покрутим блок цилиндров может быть нам повезет выпадет либо чидори либо аутлоу ну я крайне на это надеюсь может быть нет выпадает next тех и это скорость бонус на скорость причем 17 уровня вот я что и говорил если бы здесь стояла карта 18 уровня то нам бы 17 карты в розыгрышах не выпадали вот как то вот так вот да надеюсь выпадет карта 18 уровня ну короче это бесполезно так крутить поэтому давайте крутить дальше по производителям чидори снова снова чидори посмотрим что у нас выпадет опять кпп кпп у меня там заполнено все у меня стоит ячейка на кпп да и там у меня стоит аутлоу на скорость блин ребята это просто жесть какая-то ничего нифига нормально не выпадает да что ж такое я видимо сегодня заманаюсь опять крутить я просто заманаюсь крутить на прыжок ну хотя бы 18 уровня прыжок нам конечно нахрен не нужен нам лучше бы на нитро дали потому что у этой машины мне кажется нитро она очень хорошо должно себя показывать и помогать машине ускоряться просто до нереальных скоростей так здесь 5 на прыжок turbo надув но у нас есть уже эта деталь точнее не эта деталь ну как бы 18 уровня тут ловы поняли так ну что же давайте крутить 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 и выхлоп я уже просто заманался на все это смотреть опять да тут при на всего лишь с одним бонусом причем это просто жесть можно дико много потратить этих грёбанных жетонов ребята все я больше не могу это комментировать я просто сейчас промотаю а хотя чего мотать вот оно выпало тормоза и ускорения карточка 18 уровня чидори поэтому теперь у нас дается бонус к торможению бонус к ускорению и от outlaw у нас бонус на скорость и бонус на нитро но почему-то бонус на нитро нам вообще практически не дался это довольно таки печально и нитрушечка у нас довольно слабо получается на этом автомобиле блин это не есть хорошо в общем то вот с такими у меня бонусами карточки надо бы реально немножко побольше наверное наставить карт точнее не побольше с более большими бонусами потому что надо тут ускорение скорость прыжок надо бы чтобы где-то было еще на нитро но в целом как то вот так вот мы сделали машина 399 уровня что он у нее сейчас стало по характеристикам эта мощность 915 лошадей 373 километров в час с 0 до сотни 220 1 4 мили 8 53 нитро хреновая да зато у нас есть офигительный бонус время в полете приземления который нам нафиг не нужен шикарно зато мощность тормозов прокаченные машина теперь тормозит лучше впрочем то как в одной серии смотрели то что вроде бы карточки не так сильно влияют это все конечно влияет но не так сильно как хотелось бы поэтому сейчас блин какое оно дрифтовое получилось поэтому сейчас мы переносимся на наш любимый кольцевой заезд который называется кольцевая гонка в гиперпространстве и давайте посмотрим как же все-таки проедет эта машина но сразу вам говорю то что карточки можно было поставить лучше можно было из нее выжать еще больше но просто мне сейчас реально неохота сидеть час выбивать эти гребаные карты которые ну толком не повлияют на многое ну что же я могу сказать немножко прокатившись по городу с этой прокачкой машина довольно быстро набирает скорость и довольно шустрая ну я впрочем это и говорю когда она была еще в стоке маленький баллон нитро нас дико ограничивает я вам это сразу говорю поэтому ребята если вы захотели под мультиплеер прокачать этот автомобиль то обязательно ставьте карточки такие чтобы нитро прокачивалась просто на максималку тогда вы сможете выжимать из этой машины максимум с помощью нитро так насчет поворотов как я говорил поворот она входит не очень хорошо но самое главное сейчас нам таймер таймер посмотреть насколько быстро она проедет эту круговую трассу насчет управляемости все очень даже неплохо я могу сказать то что она управляется плюс минус также как регера то есть ну хреноватенько но в отличие от регера ее не колбасит по всей трассе потому что регера это прям конечно жесть она очень такая как бы одновременно и поворотливая не очень поворотливая то есть и и реально вот как-то колбасит по всей трассе это вот как видите немножко вот так тоже подбрасывает из страны в сторону в целом она все все таки как-то устоят на дороге и никуда не рыскаете более блин такие колеса широчайшие она должна Стоять на дороге, это было бы странно Если бы разработчики сделали, чтобы она Ну, как бы рыскала еще больше Это было бы вообще неправильно И как бы не подходило этому автомобилю Так, насчет времени, минута 16 у нас сейчас Идет четвертый круг Скорость у нее довольно средняя На этой трассе, я вам не могу сказать Что она какие-то рекорды бьет Опять же, если сравнивать с Ригерой Потому что Ригера это пока что рекордсмен на этой трассе Абсолютно все устанавливают Здесь временные рекорды на этом автомобиле Так, немножко мы, по-моему, не по траектории Сейчас зашли в этот поворот Но, тем не менее, у нас есть Хороший показатель того, что машина шустрая Это мы по второму кругу начали Догонять наших соперников Сейчас главное не влететь, кому я это сказал И главное влетел И приезжаем мы за минуту 51, ребята Это довольно хороший результат Потому что, например, тот же Астон Мартин Вулкан Который стоит дороже Проехал на 4 секунды позже Это довольно-таки такое Прям большое различие во времени Если сравнивать как бы в гонках В общем-то, что я могу сказать Под мультиплеер эта машина подходит Но, опять же, я напоминаю Если кто-то будет, например, на 918 Либо на Ригере То вам будет очень сложно с ними тягаться С 918 будет 100% тяжело тягаться в поворотах Ну, а с Ригерой вам будет тяжело тягаться на прямых Поэтому эта машина подходит под мультиплеер Но это вот такой вот вариант Если вам реально надоел 918 И реально надоело Ригера Пока что никакого разнообразия Кроме этих двух машин Особо нету Но, в общем-то, можете брать Как я уже сказал Back Customs F-132 Или как он там называется В общем, Бэтмобиль Можно, можно брать Но осторожно В общем, с вами был Дима Монпойнт Не забывайте подписываться на канал Поставьте обязательно лайк Те, кто хотели увидеть эту машину И прокачку ее от меня С вами был Дима Монпойнт Не забывайте про колокольчик И всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok